Приветствую вас, и поскольку вы говорите о том, что у вас есть дети, что вы были замужем, и что все от вас ничего не получается с мужчинами, то совершенно очевидно, что когда вы были замужем, у вас имелся определенный негативный опыт, который теперь мешает вам строить отношения, полноценные отношения, полноправные отношения с мужчинами. Почему мешает? Потому что негативный опыт, он остался у вас непереработанным, он остался у вас неосмысленным, неосознанным, и вы, сами того не осознавая, не подозревая об этом, мотивируетесь на поведение с мужчинами неверными, искаженными, субъективными установками, которые не позволяют вам в полной степени, в полной мере и себя проявить, и мужчине дать себя проявить. Поэтому, говоря о возможных причинах, по которым у вас ничего не складывается с мужчинами, можно сказать так, это страх повторения ситуации определенной, это негативный опыт, это обиды, это невозможность преодолеть внутренние барьеры, блок какой-то и так далее. Поэтому, для того, чтобы вам выйти замуж, нужно проработать негативный опыт с мужем или с предыдущими мужчинами. Выделить ваш идеал мужчины, который вы считаете для себя наиболее приемлемым. Понять, что вам нужно от мужчины, и что мужчина может получить от вас. Выработать поведение, соответствующее привлечению мужчин, то есть сделать так, чтобы мужчина действительно захотел с вами быть, а для этого необходимо устраивать свое поведение. давать понять человеку, что вы готовы дать ему то, что он хочет. Сообходимо подкорректировать и ваше поведение, чтобы вы, во-первых, ориентируясь на внешнюю сторону своего поведения, грамотно показывали бы свои достоинства, свои плюсы, чтобы вы позаботились обязательно на внешнем виде, чтобы вы видели так, как вам нравится, чтобы очаровать мужчину. Дальше. Проработали возможные причины неуверенности в себе, потому что раз вы спрашиваете про судьбу, значит вы уже находитесь на изрядной степени отчаяния, когда вы не очень-очень надеетесь на то, что у вас получится построить новые отношения. Ну и самое главное, проработать неуверенность в себе, если такова и имеется. Также можно порекомендовать вам подумать, где и как вы можете общаться с мужчинами, и где и как, на основании чего, вы могли бы встретить достойного мужчину. Для этого необходимо заниматься тем, что вам нравится. Для этого необходимо уделять внимание тому, что вас привлекает. И вот на основании этого, именно на основании этого того, что вам нравится, что вызывает у вас интерес, вы будете встречать других людей, которые будут разделять ваши интересы, которые будут как бы вашими единомышленниками. И вот эта ситуация будет многоприятной для того, чтобы вы встретили с того самого мужчину. И вы действительно делаете что-то не так. Что вы не так делаете, я на них описал. А что касается судьбы, то здесь многое зависит от веры. Если вы человек, ведущий в большинственные силы, то можно говорить о судьбе. Но судьбу можно изменить. Через лучшее понимание своей жизни, своих ошибок, своих достижений, через принятие себя со всеми своими недостатками и плюсами и минусами. И через осознание собственных интересов, через осознание собственных целей, через достижение этих целей, через обретение независимости, самостоятельности, целеустремленности, через обретение ценности для мужчин. А мужчина стремится к женщине, которая может быть одновременно слабой, но в то же время и сильной. То есть вам необходимо понять, что мужчина будет с той женщиной, которая делает его мужчиной. То есть если мужчина чувствует себя мужчиной ради женщины, то он будет с ней. А для этого нужно понять, что нужно мужчине, чтобы подчеркивать себя таковым и дать ему это. И тогда он от вас никуда не денется. А вы, возможно, движимы... Вы, движимы негативным опытом за мудрство, страхами и неуверенности в себе, не даете мужчине подчеркивать себя мужчиной. И из-за этого вся проблема. Вообще говоря, если прям вот суммировать, то я сказал, что вы действительно делаете что-то не так. И это не так, не даете подчеркивать мужчину, мужчина рядом с вами, а себе не даете подчеркивать женщину, женщину себя. И вот нужно понять, что мешает этому. И вот это устранить. И тогда все получится. Вы можете задать свой вопрос, кстати говоря, еще и эзотерикам. Они вам по дате рождения ответят в большей степени конкретно, но поскольку вы забрали вопрос в раздел психологии, то, соответственно, с психологической точки зрения, я и попытался вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались. Обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Продолжение следует...